меня прям так вот сначала целилась но мимо а потом меня так влетела задев плечо и дальше подскакала блин то мама эта гадина давила меня короче не то чтобы выстрелась но грязное пятно мне посадила какое-то вообще письмо стремная такая вот эти-то они безобидные а она по ходу делала то ли на сосне то ли на елке живет даже не помню чтоб там было гнездо или нет я еще хотела в первый день когда сегодня кстати в первый день с камерой зайти сюда когда кошка гуляла потому что одна тут летала такая шизела типа хрен ли ты тут человек делаешь на своей-то фасэнде я тут заимела гнездо на дереве и теперь это моя ползанта агей а потом что развлеклась и все у нас что-то искало холодать я тут всеми радио застежек родственники у меня были днем вот летит 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 бешеная какая-то от одного дерева другого короче говоря этот дождик был потом еще покапал как хорошо когда крыша крытая меня достала ноутбук ну смарт-бук поняла что эта мышка без коврика как-то хреново живет но мне кажется она и с ковриком то не особо ну короче говоря коврик не взяла мышка без коврика доктор родственника день рождения если вот хорошая погода я бы доехал до прилуг или просто на перекрестка хотя бы но на перекрестке не зальешь ничего можно только почту проверить более-менее а этот ну там что-нибудь такое мелкое видео не залий хотя пророчил завтра холодно типа 15 градусов и ночью чуть ли не плюс 6 а мчс прислал вообще где-то в какой-то части ярославской области и 30 и 31 до минус двух замглазки гигей ну и мы-то ближе все-таки к тверской области ну и в понедельник до прилуг хочу вообще проверить там одном месте шиповник цветет или уже отсел и вообще что с этим шиповником потому что какие-то плохие люди в прошлом году его укокошили когда мы соседка есть и там вот ну две трети от шиповника укокошили в том месте где как бы дорога то даже но школы то уже нету как бы там он даже и не мешался на дороге в общем есть люди а есть не люди причем не вместе слить на не люди да не люди а вот именно не отрываюсь пока кошка сегодня не выходил на улицу но сейчас потом мокро стало холодно я он думаю завтра и попробовать приучать курица вон там у нас усилий цветут когда-то были культурно высаженные терют они так разрослись а я на них очень удачно попала что не только вот начинают еще пустить для мочок намек выходила со мной на руках в другой конец деревне боялась трехлась но местами бегала туда где даже я боялась что она туда побежала ну там остался сейчас живой один дом и у них нет никакой живности я могу переворачивать скажем так когда-то люди ведь не знают что ветер это представим что-то души но сказать и умерших качаются короче духи тут эти нет если не брать душу умерших а просто духи духи тут качаются духи хулиганят и качаются кошка ты куда девалась она тут на березу запрыгивала я ее снимала потому что думал фиг знает как она встретит а тут она снова запрыгнула такая хотела ее фотку она уже сползла ящик такой он уже несколько иной ролик исполняет у нас плюс 12 тепла пеньки сегодня говорят ночь еще более холодная вот чем предыдущая утром где-то в 5 утра что ли было плюс 5 или в 3 даже было плюс 6 было точнее а сегодня вроде как пророчат еще холоднее а с первого числа уже будет теплее 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 хотела запилить маленький ролик с ней в телегу но на этом самом была какая-то совсем фиговая сильный ветер может до прилуг доеду все-таки завтра может доеду когда теплее будет сегодня у нас третий день бытия риск за мной я и кричал она за мной бежала иногда вперед убегала и мяркала мякала мяукал я ему сказала если хочешь можешь гулять только тут главное гулять но в городе на городе дома сидит там не погуляют современная мавовина смысле это 20 не какая-то версия такая упоротая унылая дерьмовая непонятная куча всякого лишнего на фунтан туда очень неудобная хрен знает для кого она писалася а я не думала что она настолько упоротая короче монтаж у меня все еще на уровне как своей заставку еще вообще трындец я даже не знаю мне предыдущая версия которая я покупала она у меня на том ноутбуке есть тут в каком его шпале установочная или нет полнейший трындец репортаж из окопов цивилизации дом три года уже не жилой его продают за 600 тысяч он не оформлен и вроде как был покупатель но покупатель видимо все таки земля тоже сколько то стоит сказал что типа за 50 тысяч он бы купил а за 600 он не хочет это покупать я думаю плохо хочет потому что тут принципе если человеке хотели разводить хозяйство он вполне себе нормальный дом к тому же он шифером покрытый так что я думаю плохо хотели сначала они хотели отодок снимать потом они хотели его купить но в итоге все так и накрылась а но мы могли бы снимать привели бы порядок показали бы что они действительно нормальные хозяева навозят и выторговали бы там если не за 50 да хотя бы за 100 тысяч все типа кто в эту дуру поедет кто-то ведь едет он у нас соседи за этим деревом там дом между мной и родственниками едут вообще из татарстана и ничего к тому же тут пруд сделан как раз вот когда хозяйка дома свиней еще держала рядом баня опять же колодец как бы хорошая нормальная деревня по полю 4 километра до прилуг по дороге 6 если хотите в глуштах самое то лапка замерзла мне наверно показываете может засниму еще чего интересное мы только что видели зайца ну буквально минут 15 назад я думала что это кошка и поэтому держала на руках заяц нас увидел и подорвал в сторону фермы поставить дороге которая заросла третий заяц за это бытие но родственник сказал что тут их выводок я недавно тут живут вообще живут как в другом месте но теперь живут и здесь мы видели кошку которую я недавно видела беременной хотя возможно это другая потому что это кошка была менее беременная короче не знаю может быть так кошка поняла что это котеночка граммского пола другое его не надо трогать и пугать на счет 11 градусов на небе не облачко и даже не верится что на все будут дубов и что завтра будут только холодные лечка тоннаж забор повалился который мы в апреле ставили стойки причем повалился даже тот который до этого стоял повалился весь стал бы стоят а это повалилась он тоже был проваленный просто мой приезд однодневный который но вот то теперь сюда поставили этот топ вот вот этот он здесь стоял прыгнула мышек нет на счастье либо может быть не совсем на счастье ну для дома то на счастье хотя хрен знает она мелкая может она бы еще не поняла что это мышь ее надо есть и не пугаться водосбор если я не путаю вырос вообще он с другой стороны рос но вырос тут внезапно сына и цветоцкой давай давай привыкай к улице деревню кошки едут чтобы по улице шастать у меня тут шнурки в разные стороны суслик алиска 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 не пойдешь в каком-то плане плюс она торчит дома уехал и не на беспокоиться что она дома или нет как с кишкой было уехал на великий хрен где он есть если на улице то за него мою отсутствие было некому искупиться из-за этих мерзких котов которые с ним собачились и кошек а это идет какой-то кот гонял есть подозрение что черный с белым не знаю чей кот хотела росту не козыре поздравить но погоду дело спит у него заперто изнутри я даже самопальнюю шоколадку обнаружила то есть я вспомнила что с собой привезла две самопальные шоколадки одна у меня получилось как шоколадный крем я ее ставила дома в морозильнике ну в смысле в городе в морозильнике в основном доме в морозильнике это дополнительный летний дом куська куська я сначала была в куросике потом его сняла сейчас немножко в шейку дует хоть у меня и этот самый как он там воротник высокий у фитера мы забрались сама взобралась никто тебя не гнал у нас что на велике хочешь покататься у меня была мысль положить ее посадить ее в корзиночку вот и она там сидеть кукушка кукует видишь как интересно алиска ты дома сидела боялась выйти где-то еще такой велик найдешь заборчик раньше этот заборчик открывался и сюда въезжала сестра на машине одна из а потом закрывался и машина была вот здесь недолгое время еще приползти а потом нам решили сделать дорогу и машина уже туда не смогла въехать у нас была там досочка такая потом наш дедушка у которого сегодня даре сделал нам мостик вообще это как бы дверь фермы одна из дверей фермы бывшей фермы дедушке сегодня 87 лет если я не путаю ну куда ты через колесо то лезешь если он старше был бабушку Нину а младше был бабушку Нину на 5 лет а бабушка Нина была младше бабушку на 2 года значит он младше бабушку на 7 лет а бабушка с 1927 года 1927 год плюс 7 лет 1934 а сейчас у нас 2021 уже почти 10 минут телефон держу ты где кошка алиска 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 а по-моему она с другой стороны да она даже вот здесь уже алиска интересно она будет ходить на улице в туалет или все-таки домой приходить посрать и попысать как тышка вообще моя тетя мне сказала сюда замок повесить на ночь а тут дверь изнутри запереть потому что ветром это хренак хренак а я подумала вот эту штучку затевать без домка и уже как бы проверила и поняла что ветром ее с этой штучкой не открывает домок не обязательно весать правда если кто-то не в теме придет завтра с утра то охрене это куда меня черт унес в день когда автобус не ездит автобус ездит почетно я что это понедельник я все никак не могу сходить снять пыльцы с елок с осен потому что там какая-то бушаная птичка улетает тетя моя сказала по моим описаниям что скорее всего какой-нибудь возможно старыш вот ты сейчас пошла на опасную зону вчера тут какая-то бунная птичка была правда сегодня ее не наблюдала вообще прям тишина типа она свое гнездо защищает я сказала моя тетя я думала блин где ее гнездо и где я я летать то не умею о откуда-то заверещала эй трескотня ты там что на стражу стоишь на моей сливе дикой ну была не дикая конечно вон та слива она самопально выросшая у нас такой прикол на том месте где когда-то давно был огород галкиных потом они свой огород делали там где у них было место для косения там где короче косили траву раньше где у наших родственников раньше была усайба и мы там мелкие я помню помимо крупных еще людей этот самый сен сушили раньше там был огород галкиных потом там какое-то время еще оставались остатки кустов этих самых смородины а потом как-то это все вымерло и тут внезапно в этом году я замечаю причем когда приезжала весной не видела этого замечаю что там всякая такая растительность выросла будто кто-то специально приехал и насажал каких-нибудь небольших кустиков и деревьев вообще вот так раз внезапно и проросло больше она не пытается залезть на березу ни на какую выше чем можно на мою счастье хотя вот я на эту березу ее пыталась прицепить а она ей как-то не понравилась эта береза береза то вымахала раньше тут было кажется две березы не помню что случилось с той маленькой березой но теперь тут одна береза с каждым годом все толще становится решай на ней что говорит что тут экологически чистая природа экологически чистое место ибо он растет только в таких местах супер экологически чистых а риск ты а вот ты где я еще не говорю если ты боишься где-то гулять то я не против что ты будешь гулять только в палисаднике вообще на территории на нашей территории на территории дома а наша территория это вот этот кусок палисадник туда дальше и кусок от огорода ну где растения растут в смысле дубы липы и прочее и весь этот огород и дальше туда квадратненький такой ну думаю что это больше все таки квадратненький короче вот палисадника туда 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 до упора практически до ручья минуя в общем бывший огород то что огораживалось и там еще около может метр или полуметр земли и буквально практически до ручья вот так вот ту 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 и там вот все подачка ну вряд ли она осилит мне кажется в это лето этот кусок скорее всего ограничиться в лучшем случае в худшем случае палисадником в лучшем случае где-нибудь вот так так немножко и может туда еще за дом а уже 15 минут ты что офигеть у меня наверное крупный такой ролик первый ролик на хуавей заснято и больше наверное 12 минут 15 минут потому что на камеру фалики идут по 12 минут по большей части но там можно сделать настройку на 720 этих самых пикселей а не 1080 и тогда там будут валики менее прерывистые и гуны и куда мы запрыгнули попробуем выйти рисковый шаг по крайней мере было слышно как она берещит противно насильков у тебя надо будет собрать сегодня ездила до прыгук хоть и с камерой, но даже ее не рассихляло ну что-то нажало и оно отвалилось береза частично лысые ветки тут мне кажется она не на сосне, а на ветле просто ее почему-то колбасит, когда я пытаюсь подойти к сосне о, мама мия мерзость-то какая ну не наглали, а хорошо хоть не врезалась, как в прошлый раз охреневшая в конец птичка а вот это ты, только хотела сказать куда у контракупилась наглые противные птицы пугают котеночка мне тут напугали, она домой порвалась, а вот что-то рано-то домой будущее цветочки жасмина кошка и гамак, первая кошка которая сама по собственному желанию забралась на гамак второй раз кстати уже сначала было направо, но я не успела ее снять потом я ее заинтересовала шуршанием и она полезла сюда я сфоткала ее там она спрыгнула и сейчас она снова тут покачаемся чего, спрыгивает вот такие дела сегодня у нас вторник пятый день моего бытия дурацкие птички все еще пугают кошку и не пускают меня за дом к елкам мне два раза в печку топила соседка но сегодня я таки смогла ее в течение двух часов растопить сама у нас где-то в районе пол третьего дня сегодня теплее я тут теплее у нас тут концерт по заявкам трудящихся не знаю будет сейчас мяукать или нет родственники приехали косить я с ней все таки вышла посидела на гамаке ну ей же интересно в печку там мы сегодня пытались залезть я все таки печку растопила ее пришлось убрать на улицу вот она страдает страдает подходит оттуда ей любопытно до нее не доходит что это опасная для кошки штука алиска 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 скосят все и будешь гулять никто тебя не будет там пугать потому что негде и некому будет прятаться ой ты жульё ты такой а голос так как подаем давай включай тарает твой трактор моторчик мурлыкой потом выйдем выйдем с тобой когда уже все скошено будет тут тишина в прошлом году подрала обои капитально а она видит где подрана и тоже берет так же как в городе было козень за домом косят за домом косят и гей гей может птиц приструнят своим шорохом и можно будет за дом спокойно зайти до елочек у нас тут кстати мышь есть но как бы я ее не видела тут все дырки заделаны я сначала ее слышала а то ли в первый и второй день не помню в горнице а потом она два вечера подряд у печки шастает там где раньше были дырочки она пытается как бы выйти но дырочек теперь нет но я ей говорю мышь тут есть кошка хотя не факт что кошка бы решила сожрать мышь или что бы она с ней сделала ну в общем мышь пока не вылезает а 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